добрый день мои дорогие подписчики сегодня для вас будет супер видео где я расскажу о лайфхаках о похудении видео будет вообще супер классным и те кто посмотрит найдет для себя супер классные способы и похудеет благодаря моим таким лайфхакам я подниму вам настроение снег знатно настраиваемся на хороший лад на хорошее настроение потому что у меня есть очень много много лайфхаков для попадения данные лайфхаки проверены мной лично на протяжении 10 лет я использовал эти лайфхаки где-то в большей степени где-то в меньшей степени самый первый лайфхак это будет про про имбирь вот с чаем зеленым сейчас вы потом увидите ну и снова для вас поднятия настроения и вот тем кто сейчас остался со мной после первого нудного видения видео тому очень знатно повезло здесь сейчас увидит супер супер лайфхаки я специально отвлекла людей чтобы самым преданным досталось все самое лучшее итак получается первый лайфхак а именно это чай зеленый с имбирем данный метод я применяла еще десять лет назад когда впервые решила похудеть честно говоря я не помню где я нашла этот это средство для похудения возможно в интернете либо в какой-нибудь передаче возможно многие из вас знают этот метод но при этом не применяли его в деле но раз я сама применяла это средство для похудения то я вам скажу что она дает супер результаты я раньше десять лет назад часто прибегала к этому методу процессе жизни после того как я забросила худеть после пережитого неудачного похудения то есть пережитого пережитого мною рпп то уже стало меньше вспоминать этот способ но иногда порой все же к нему прибегала сейчас я вам прочитаю про полезные свойства имбиря у имбиря есть такие свойства как трианин который способствует расщеплению жиров триптофан благоприятно влияет на расщепление пищи сжигает жир и лицин активно борется с целлюлитом растяжками и метионин помогает обезвреживать токсины выводить шлаки на самом деле имбирь вообще самый первый жиросжигатель и я как делаю я получается как вы видели взяла заварку вернее заварник туда положила листовой зеленый чай и как видите я сейчас тру имбирь вот и после этого я злю кипятком вот так это все делается честно говоря я давно не применяла этот способ но знаю что это очень-очень помогает и даже если были такие люди можете в интернете поискать кто похудел на данном способе которые постоянно применяли этот способ постоянно ели имбирь кушали его в разных апостасиях как говорится кто чай пил кто еще как-то по-другому использовал я вот так делала раньше и если честно в этот раз имбирь я тяжело нашла потому что в магните он был весь засохший и заплесневелый а зашла в пятерочку и вот нашла более-менее имбирь в хорошем состоянии даже сложно найти теперь имбирь в магазине нормальный вот нашла и купила и сделала для вас специальное видео но если еще добавить кое-какой компонент то это будет просто атомная война для жира это и так получается бомба для жира без кое-какого компонента но с этим компонентом будет просто атомная война если дальше посмотрите видео то увидите что я там добавлю если кто-то не пробовал данный метод то обязательно попробуйте единственное чтобы у вас не было никаких проблем с давлением гипертонии ну что-то в этом духе и также я забыла сказать то что если вы попьете такой чай то он вам поможет при заболеваниях таких как ОРВИ и прочих таких заболеваний конечно же лучше всего пить чай зеленый который листовой а не который пакетированный пакетированный тоже хороший но листовой это вообще небо и земля листовой прям супер пупер чай после него прям такое насыщение прям вот наслаждение то есть вообще супер и и и короче я забыла снять ёпт 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 забыла забыла снять так надо было снять как надо было изначально посыпать корицу в бутылку а потом уже залить водой потрясти и получается будет вода с корицей это тоже средство для похудения можете пить воду с корицей в течение дня и тоже будут сжигаться жиры тоже проверено мною тоже пила и вес уходил намного легче и проще вообще супер метод я считаю ну это конечно же еще не все все самое лучшее впереди увидите ну в общем для меня самые главные методы похудения это корица и имбирь они были в течение моей жизни самыми главными подружками можно сказать вернее имбирь друг а корица подружка друг и подружка имбирь друг корица подружка были самыми лучшими моими друзьями вот также когда у меня была отороксия это когда человек разделяет плохую еду и хорошую это тоже считается признаком рпп то а вот смотрите потом ладно расскажу сейчас здесь я добавляю корицу в заварку вообще делается как тоже листья этого зеленого чая корица имбирь и потом уже кипятком заливается ну я просто решила для видео сверху добавить корицу и залить кипятком ну в принципе ничего страшного но лучше конечно сначала все в сухом виде а потом уже водичкой ну кипятком заливать тоже пусть маленько постоит там у меня видите корица еще всплыла вот так вот из-за этого то что я сверху добавил ну просто чтобы наглядно было видно что нужно делать корица имбирь и чай зеленый то есть вот это вот и есть атомная война атомная бомба для вашего жира вот таким образом и вот это корица имбирь мои самые лучшие друзья по жизни расскажу про отороксию отороксию это когда человек разделяет на плохую еду и хорошую еду и когда я раньше разделяла на плохую еду и хорошую то я делала себе пп всякие сладости и вот увидите что я делала и что я придумала на тот момент когда у меня была отороксия сейчас я вам скажу про следующий лайфхак ждите дальше и вот новый лайфхак получается вы берете еду пусть она даже будет жирная как у меня сейчас картошка с курицей в духовке и вы сверху посыпаете вот такими мелкими трубами получается будете худеть так как это клетчатка вот такой супер лайфхак для вас мне ничего не жалко мои хорошие все для вас ну вот видите типа 268 грамм да и теперь мы берем вот такие рассыпчатые отруби они же рассыпчатые и вот так сверху мы сыпем все пожалуйста у вас получилась клетчатка вот такими трубями повторилось еще раз в живом видео и еще есть отруби которые такие крупные и вот лайфхак в том то что вы тоже можете их кушать между приемами пищи а также если вы не хотите кушать на ночь да но вернее то есть вы захотели покушать но не знаете что вам делать это вы можете покушать вот эти вот отруби на ночь и вы переходите кушать вот такой лайфхак тоже применяю сейчас даже супер супер лайфхак попробуйте можете даже йогуртом запить на ночь вообще супер будет ну а сейчас я вам покажу про свой обещанный пп торт вернее про обещанную сладость которую я себе делала на пп когда я раньше сидела когда я разделяла на плохую еду и хорошую здесь я просто уже кожуру собрала в пакет от киви вот в общем и целом вкратце могу сказать так торт называется наивная красавица почему наивная красавица да потому что вряд ли ты похудеешь от такого торта наивная красавица да но вряд ли ты и потолстеешь от такого торта да данный пп торт подойдет только тем кто себя ограничивает в сладком или кто-то решил бросить сладкое вообще и вдруг захотел прям сильно торт то может себя вот так вот обмануть я его из головы придумала но по-любому где-то подобное есть и в интернете я делала много раз такой торт просто знаете берете любые фрукты которые любите вот я взяла киви яблоки бананы мандарины по желанию можете подавить добавить маршмеллоу вот у меня крупные были маршмеллоу лучше бы я их не добавляла они такие большие сильно вот лучше маленькие маршмеллоу большие сильно как пластилин ну зефир он тоже считается нормальным сладостью нормальной для пп худеющих что иногда можно согрешить и вот я решила так вот сделать и реально для тех кто себя ограничивает для них это пойдет ну коль я сейчас себя не ограничиваю а просто допустим что захотела то поела но в малых количествах то для меня уже он не кажется таким суперским а вот для тех кто все бросил и вот хочет сорваться на сладком вот пожалуйста можете сорваться на этом но лучше не разделять плохую еду и хорошую потому что это признак атороксии по другому это рпп то есть это расстройство пищевого поведения я маленько подогрела чуть-чуть там буквально несколько секундочек там чтобы он потеплее был и все ну в принципе да он был вкусный так-то торт в принципе все так ну все так ну все все ну ты еще как ты ешь пожалуйста почему никто не снимает почему это можно вызвать может вызвать ворвов да какой нифиг тортили 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 а ммм вкусно 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 Какой состав? Какой состав? Не помню Тебе идти над шоком, дети Это называется папетор Тебе отрезать? Я боюсь Всё Нет Почему? А, ошибать не хочешь? Ну только если нет Не сможет Ему постоять маленько Чуть-чуть Да Вот 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 Торт Я уже Порезала Попробуйте Это будет Перевод Скажем Продуктов Только для тех, кто Не Как сказать Хочет сделать Замену Хотел сделать Замену Сладкому Для тех это будет Само то Ну и Чай Хорошо Пошла Хорошо Чай конечно знатный Чай Чай вообще лютый Мой ПуH 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 Ой Мя 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 Ну а теперь Вашему вниманию мой любимый суп который называется здравник этот суп я тоже сама придумала но по-любому такой же похожий рецепт есть в интернете но это тоже пришло у меня из головы и тоже пришел данный суп в то время когда я разделяла плохую еду и хорошую когда у меня была атероксия но тем не менее данный суп до сих пор со мной до сих пор моих рецептах остался с тех времен я думаю то что я просто помолчу и вы просто визуально посмотрите что и что и как я делала и я просто поставлю оставлю то есть музыку одну и вы просто визуально понаблюдаете если будут какие-то вопросы можете будете потом написать в комментариях но вы не думайте то что это все это еще не все посмотрите пожалуйста до конца видео и увидите много чего интересного и тоже будут лайфхаки кроме этого супа еще осталось два лайфхака и последний лайфхак это будет как опыт можно так сказать развеивание мифа одного в конце видео я сделаю развеивание мифа алексея ковалькова то есть алексей ковальков говорил в своих видео что если съесть белок от яйца два белка от яйца то за ночь вы худеете благодаря самототропному гормону вот мы и проверим в конце видео его миф хотела помолчать но в итоге все равно поговорила вот такая да я болтушка к сожалению или к счастью а вот это моя книжка в которой я записываю свои сценарии потому что у меня после родов ну или я не знаю почему может быть и раньше было какие-то проблемы с дикцией начались очень много мыслей и я их не могу выразить то есть прям вот весь мозг заполнен мыслями прям очень сильно а выразить четко и ясно я не могу поэтому я решила записывать специальную книжку мои хорошие ну вот собственно в голове есть мысли в голове есть идеи в голове очень много идей и много пережитого и на своем опыте да то есть много чего я испытала на себе и может быть если вам это тоже подойдет можете использовать это я использовала когда вот первый раз когда я хотела похудеть на самом деле очень хорошо помогает вот но в обыденной жизни я как бы сейчас этим не пользуюсь максимум это зеленый чай остался со мной на всю жизнь вот имбирь не остался со мной на всю жизнь так иногда вспоминаю и делаю вот не увлекаюсь а вот чаем зеленым я как бы как бы точно увлекаюсь с первого моего похудения с первого способа как говорится и по сей день вот и все остановимся и дальше хорошо Ну, и на миллион, как говорится. Вот. И потом несу. Все. Так, я еще хотела снять сегодня про яйца. Ну, типа, что съедаешь два белка и яйца на ночь. И потом, короче, в общем, худеешь. Но, к сожалению, яиц нет. Я просто хотела как бы взвеситься перед сном. Съесть эти два белка. Вот. А желтки не есть. И потом утром посмотреть, какой будет вес. Тогда... Я просто, когда шла в магазин сегодня, когда гуляла с сыном, то яйца, я думала, что дома еще есть. Я думала, что по-любому внутри яйца должно было еще остаться. А потом сейчас смотрю, а оказывается, яйца нет. В общем, ну, все как там. Оказывается, Вика, дочка моя, пока я не приготовила ничего поесть, она эти три яйца пожарила, короче, с беконом. Но, к сожалению, я про это забыла и не купила. Так что я, главное, прохожу еще в пятерочке такая. Смотрю. А, ну яйца еще есть. Типа три яйца как бы должно быть дома. Я два яйца сварю. И это съем на ночь вопилка. То есть, если ты съедаешь вопилка... Ой, сын проснулся. А-а-а. Ладно. Пошла я сейчас быстренько подойду. Да, правда, муж сидит, но что-то у него не получается. В общем, хлеб уже откусила. О, и вот этот имбирь. Все. Вот имбирь. Качай, качай! Ну, все, собственно. То есть, ты ешь и имбирь. Любой или... Тем самым имбирь помогает худеть. Да. Так, мне сейчас появилась возможность снять все-таки про яйца. И как раз почти все уже спят. Только сын не спит. Ты можешь не спеть. Вот, все-таки дочка сходила за яйцами. В этот же день, который я снимаю. Вот. И есть такой миф. Как-то я смотрела Алексея Ковалькова, диетолога. Великого нашего российского, известного. Ну, кто знает, узнает. И он сказал, что надо на ночь съесть два белка яичных яичных. Я так и делала уже. Вот. И миф как бы этот работ. То есть, его... То, что он говорил. То есть, суть в чем? Вы съедаете два яичных 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 на ночь. И во сне у вас работает самототропный дармон. И с помощью него, когда вы съедаете два белка, то есть, вы начинаете худеть во сне. Вот такая фигня. И вот мы сейчас с вами проверим. То есть, я сейчас ем сначала два яичных белка. Потом... Ну, сняю кофту. Потому что кофта весит 200 грамм. Вот. В сорочки встану, взвешиваюсь. И это посмотрю, какой вес у меня. Как бы на ночь глядя. И какой будет вес у меня с утра. И потом... Тем самым у меня закончится все вот это видео. И я, как сказать... Скампоную и сделаю... Скампоновую. Скампоновать слово. Вот. Скампонаную. Все вот эти вот отрезки. То, что я снимала. И сделаю видео о лайфхаках. Вот. Все. Сейчас я почистю яйца. Съем два белка на камеру. И, собственно, тону на весы и посмотрим. А с другой стороны-то... Лучше, наверное, мне сейчас стать на весы. Потом поесть. Чтобы у меня вес прибавилось. Вот. И внутрь посмотрим, чего он. Так. Ну что. Сейчас я сниму сланцы. А, еще хотела сказать, кстати, с другой стороны. Есть такое... Ну, типа, сказание, что... За день прибавляется 2 килограмма веса. Я, короче, не взвешивалась уже давно. Так. Сейчас так сделаю. И вот так ставим. О, в принципе, у меня вес-то на 100 грамм всего лишь поменялся. О, я даже... Я еще снимаю. Да, я снимаю. Вот. Видите, я вешаю 63 килограмма 250 грамм. Так, да, да. Сейчас. Теперь я завтра так же одену сорочку вот эту. Все то же самое будет. Сейчас поем два белка и посмотрим, сколько я буду весить с утра. Работает ли этот миф или нет. Как мы так. Посмотрим. То есть, вообще, так-то удивительно. Я же тогда 63-450 весила. Я же весила 63-450 с утра. Это было вот сколько дней назад. А? Вот. 63-450. Короче, весело. Помните, да? А, ну, я, короче, не знаю, когда это видео выложу. В общем, еще должна, у меня должна быть премьера 15 февраля. Будет и второе видео, как я худею. Вот. И там написано, что у меня отвес. И я там 63-450. Вот. А сейчас я уже вечером вешу 63-250. То есть, может быть, может быть. Я весила бы утром меньше. Я не знаю, даже не знаю. Ну, вот. А в чем... А, знаете, что еще хотела сказать временно? Возможно, я это видео... Любая, отдельно еще выложу как-то, либо заново сниму. В общем, сейчас вкратце расскажу, пока у меня впечатление есть. Я сейчас отдыхала. Жаловалась на диване где-то 2 часа. Потому что я увидела, что вышел выпуск. Но новая передача вышла, называется «Большие девочки». Там, получается, девочка... Ну, какая девочка? Девушки. Там, получается, самый молодой лет 20. А самый старший — 28. И он как раз, который 28, она весит 200 с лишним, там, 240, что ли, килограмм. И это, в основном, проект «Завершенные люди» на телеканале «Пятница». Все, короче, смотрю, вообще не так понравилось. Очень понравилось прям вот то, что новый проект, то, что про вес. То есть, сначала мне вообще понравилось. Я прям вот так вот смотрела с изображенными глазами. И там, в этом еще проекте, кто знает, кто знает, кто знает, короче. Кто знает, тот знает. В общем, там снялась девочка, пацанка. Ну, типа из пацанок. Значит, пацанка снималась, эта девочка. Ее зовут Амина. Вот. Я еще комментарии прочитала под этим видео. Я в YouTube смотрела, короче. То, что, мол, это... Зря эту девочку Амину позвали туда-сюда. Она только это... Ну, впечатление портит там. И так далее. Вот. Ну, в общем, мне проект, сама идея мне понравилась. У меня такие чувства, как будто, знаете, там смешалось два проекта. И пацанки, и взвешенные люди раньше был проект. Вот. Я взвешенные люди как-то особо не смотрела. А так бывало, попадется. Полность теста, передача была. Вот. И что я хотела сказать, то, что... Мне что-то не понравилось. А то, что мне все понравилось, все прикольно. Как бы идея классная. Вот. Первое, что мне не понравилось, это первое испытание. Там, когда девочка же была 240 килограмм. И там другая еще девочка была почти по 200 килограмм. Вот. И мне еще не понравилось. Мне не понравилось то, что... Они сразу же такие испытания дают. Типа, вот у них же всякий вес такой. Они же жирные. У них такой вес большой, да? Им же тяжело. Там суставы, все. И такие испытания дают то, что им нужно было пешком пройти 10 километров. И при этом они должны были, ну как, привязаны быть друг к другу. Вот. И там по грязи они шли, там везде вся. И вот это мне понравилось. То, что они дали такую физическую... Как бы нагрузку такую физическую дали. И при этом я так подумала, вот, наверное, вот тем самым какая-нибудь девочка полная может себе, ну как, увечья какую-то себе нанести. И так я оказалась. То есть одна из девочек, она поскользнулась, упала, и потом у нее была вывихнута нога. Правда, я сейчас еще не досмотрела. Там буквально выгон остался. Выгон не знаю, кого там выгнали. И вот, что вот эта идея мне вся понравилась. Мне прям вообще все очень понравилось. Но мне не понравилось. Ну, это шоу, конечно. Там они не хотят помочь этим людям, этим девчонкам, да, похудеть. Это просто шоу. Вот. А, типа, мол, кто меньше скинул, тот на выгон идет. Ну, как в взвешенных людях. Так же. Вот. И вот это вот неправильно. Я считаю, что они должны были по-другому сделать. Мол, допустим, они бы хоть и худели бы. Что нужно, надо им как-то помочь похудеть хотя бы 20 кг, чтобы каждый скинул. Ну, хоть что-то какая-то помочь должна быть. И я считаю, что им надо было, допустим, до конца идти, до конца худеть всем девчонкам. И уже в конце самом, когда финал, да, всех измерить. Там процент какой-то был, соотношение там жирности или как-то, я не знаю. Вот. И, по-моему, этот процент самый лучший, тот и выиграл. То есть, не надо вот так вот выгонять. То есть, сейчас все достойны. Вот. Сейчас все достойны. Я не знаю, с кого выгонят. Я не досмотрела. Муж просто с ребенком сейчас сидит. Я пошла белок съесть. Который Ковырьков и как-то было. Ну, в общем, все. Вот мой этот, вкратце, отзыв. Не знаю, делать мне отзыв на этот проект. Мне кажется, мне никому не будет интересно только вам. Поэтому я вот вам вкратце сказала. Вот. Вообще интересно. Посмотрите. Мне очень понравилось. Я вообще обожаю такие передачи. Вообще про похудение. Хоть это и шоу, не шоу, да. Мне очень нравится. Вообще очень нравится. А, еще знаете, что мне не понравилось? Возможно, вот там. Когда их, короче, как в пацанках. Вот пацанки, когда пришли, да? Например, я. То их стали как провоцировать алкоголем, сигаретами, там. Вот, и все. А тут их провоцировали едой, фастфудом, там, колбасой какой-нибудь. В таком духе. Вот я считаю то, что, ну, это неправильно. И, ну, может быть, правильно-неправильно. Дальше потом на утро они встали. Их позвали на завтрак. У них такой большой стол. Они же все весят, там, кто 150, кто 200, кто 110. Ну, то есть, самый минимальный вес там был 109, что ли, килограмм, девочки. Вот. А у всех остальных, там, 150, 160, 130, короче. И вот что мне не понравилось, то, что, там, они такие, все, выбрали себе покушать, девчонки-то выбрали. Вот. И этот диетолог выходит, такая, я доктор, там, такая-то умная девушка. Вот вы должны кушать по правилам тарелки. Вот то-то, то-то, то-то. Вот. И вы будете кушать постоянно, не чувствовать голод. Вот, там, про быстрые углеводы, про клетчатку начала, там, что-то говорить. То есть, если они тоже будут думать о клетчатке, не о клетчатке, ну, вот это правило тарелки будут думать. То есть, это тоже болезнь, они будут с этим жить. А нужно как жить? Вот, просто, вот, маленечко себя ограничивать, вот и все. То есть, она нам сказала бы, вот, ты хочешь колбаску, там, колбаса лежит, да, копченая, так ты возьми, чуть-чуть съешь, она же от тебя никуда не убежит, эта колбаса. Тебой на этом проекте, да? Ну, и дома, например, да, ты будешь жить дома, например, съела чуть-чуть колбасы, да? Завтра утром съешь только же чуть-чуть. Зачем вот все по чуть-чуть, знаете, как, а не вот так, что обжираться вот эти колбасы и так далее. То есть, я считаю, просто надо вот есть все, ну, просто ограничивать. Но, опять же, есть как бы вредные, да, типа картошки фри, ну, да, это вредная еда. Вот, но если тебе, ой, как хочется, ну, прям вот вообще хочется, ну, вот возьми, купи сам мою картошку, ну, поешь чуть-чуть. То есть, не надо себя ограничить, иначе ты будешь срываться. Ну, там много недоработок, но в целом мне проект очень понравился. Ну, что, все, хватит, ну, было более. Если я начинаю, то кто-то говорит, у меня это надолго. Не знаю, мне там кажется, этот влог будет, ой, какой огромный. Так вот, все, я кушаю белок, у меня получился вот белок. Я отделила, отделила, значит, все, подождите. Отделила белок от желтка. Я ем белок, от желток я не ем. Все, сейчас буду спать, но поем белок. И завтра мы встречаемся на том же месте, только в другое время. И в моде мы помним вес завтра. Ну, с другой стороны, так вот сейчас я подумала, вот сколько будет. Вот вы взвесились, мол, вечером, а утром у вас будет вес, отвес, мол, да? А у нас все равно, мне кажется, утром отвес, мы же в сне спим, и у нас это, как сказать, жир так сгорает, даже если мы белок не повживем. Ну, с другой стороны, я, по первости, часто взвешивалась, когда начинала худеть. У меня было такое, что либо есть отвес, либо есть приезд. Вот такое тоже было. Помню, плата была, плата. Плата, когда я похудела до 69, ну, там, почти, ну, как 70, там, 69 плюс-минус, как бы, да? То 70, то 69. Ну, то 69 килограмм, то 70 килограмм, как бы, килограмм между ними порхала. И вот, как бы, плата у меня наступила, и мне эта плата держалась, наверное, дней 10. Вот так бывает. То есть плата, когда человек худеет, 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 и потом плата. Вес встал, как бы, организм начинает заново, там, работать, там, вещества, там, все эти, обменные. Вот. То есть на этом этапе, либо ты идешь дальше, либо ты срываешься и, ну, полстреешь. Вот и все. Это все психологически, все это в голове. Ну, все, что я тебе врок доем, уже, наверное, для вас. Ну, вот я сейчас, вот, последний врок доем. Белок. Малинка есть, чуть-чуть желтка осталось, но все равно. В общем, и белок, и завтра посмотрим. Ну, и как там будет. Вот, настало утро. Сейчас проверим, работает ли данный миф Алексея Ковалькова или не работает. Саду камеру. Вот так. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, спать хочу сразу. 62,600. То есть, миф работает. 62,600. Не поверите. Даже еще раз встану. Даже весом своим. 62,600, моя хорошая. 62,600. То бишь, а вчера было 63. Так, сейчас кареру поверну. А вчера было 63. Сколько мне забыла? 200, да? 63,200. Пойду убываться. Ой. Спать хочу. Все равно. Пока туда-сюда так проснешься. Можно сказать, что я встала-то в 7 недель, когда это, как оно, по беременности. И весила 62 килограмма, когда вставала на учет. Можно сказать, что я вернулась в тот вес, когда вставала на учет по беременности. Вот так. Но у меня надо еще 2 кг скинуть, и тогда будет мой вес. У меня было 58,60 до беременности. Вот так. 58,60. Ну, 59,60. Вот тогда я вернусь к самому весу до беременности, короче. Еще 2 кг хотя бы скинуть. Вот мы почти уцелим. Йо! Гуляем!